Всем привет, меня зовут Таня, спасибо, что заглянули. Если вы на моем канале в первый раз, не забывайте подписываться. У меня выходит видео на абсолютно разные тематики. В основном это, конечно же, тематика бьюти, это уход за кожей, макияж, уход за телом. Но также я снимаю какие-то лайфстайл видео. Это покупки как для дома, так и покупки одежды. Как раз это видео сегодня у нас будет, покупка одежды и аксессуаров на весну. И также у меня есть влоговый канал. Там выходят влоги довольно часто. Но сейчас я взяла небольшой перерыв. Но вскоре буду снова снимать их, наверное, каждый день. Я надеюсь, что у меня получится делать это каждый день. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ну а сегодня я покажу вам, что я купила себе нового из одежды на весну. Знаете, на самом деле для этого видео я несколько раз докупала одежду. Потому что у меня вроде как уже все было собрано, готово для съемки. Но в магазинах каждую неделю, наверное, появляется что-то новое. И просто когда ты идешь за продуктами, проходишь там мимо какого-нибудь манго, и там висят крутые пиджаки, то ты просто не можешь пройти мимо. Я не могу пройти мимо. И, конечно, что-то еще покупаешь, докупаешь. Я хочу начать с пиджаков. Вы знаете, вообще у меня никогда не было в гардеробе пиджаков. Ну, может быть, когда-то там были в школе. Да, там в девятом-десятом классе, когда я там носила какие-то костюмы. Но потом я их не носила, и, естественно, не было потребности их покупать. Может быть, не было на них даже какого-то такого тренда, который есть сейчас. И если вы смотрели мое видео о покупках на осень, я купила себе в Милане в магазине Other Stories очень крутой пиджак, шерстяной, такой коричневый в клеточку. В общем, после этого, после этой покупки у меня началась, у меня пришла какая-то любовь прямо к этим пиджакам. И вот все, что я вижу практически, мне хочется скупить, особенно в Mango. Как раз два мои пиджака будут из магазина Mango. И давайте, наверное, начну вот с такого вот серого пиджака. На первый взгляд может показаться, что это какой-то такой офисный вариант. И действительно, к этому пиджаку в комплекте идут брюки. И если надеть все это вместе, то действительно в этом можно пойти в офис. И когда я померила этот пиджак моего размера, я ношу 38-й размер, ну сейчас иногда 40-й. И так как я высокая, у меня длинные руки, ноги, что-то просто может быть мне короткое, как в руках, так и в ногах. И когда я померила этот пиджак в 40-м размере, он немножечко такой, ну не то чтобы оверсайз, но чуть-чуть он более выглядит таким современным в стиле casual. И это уже точно не офисный вариант. Это вариант, который можно носить на каждый день, как мне кажется, с любыми какими-то брюками, с брюками абсолютно любого цвета, с какой-то майкой, футболкой, рубашкой. Можно надеть его с какими-то кроссовками, с белыми кроссовками, мне кажется, будет выглядеть очень-очень круто. И мне кажется, сюда подойдет абсолютно любая сумка. То есть это прям такой супер универсальный пиджак. Я просто обожаю универсальные вещи. Вы это знаете, вещи, которые можно и в пир, и в мир, как говорится. И вполне летом, весной, летом этот пиджак можно надеть на прогулку с ребенком. Почему бы и нет, с удобными кроссовками, с удобными какими-то джинсами, с белой футболкой. И будет это выглядеть, как мне кажется, супер стильно и при этом безумно удобно. И второй пиджак у меня тоже из манго, как я уже сказала. Это пиджак из льна. Здесь 80% льна и 30%, 20% получается хлопка. Но, девчонки, он просто потрясающий. Он безумно, как мне кажется, красивый и тоже такой универсальный. Потому что, ну, здесь такое сочетание цветов, которые тоже можно сочетать с огромным просто количеством одежды. И я, кстати, выкладывала в сториз примерку, когда я мерила этот костюм. Там к этому пиджаку еще идет такая мини, очень коротенькая юбочка. Но вместе мне это не очень нравилось, как это все выглядело. Я все-таки его взяла, вернее, я его заказала, потому что в магазине я мерила размер М. Но мне он показался немножечко каким-то мелковатым. Немножечко рукава были коротковаты. Поэтому я просто заказала в интернет-магазине размер L. Даже без примерки я была уверена, что он хорошо на меня сядет. И действительно, он сел просто идеально. И, кстати, размера L, по-моему, ни в одном магазине у нас в Питере нет. Я искала на сайте. Но, если что, вы можете просто заказать и потом сдать вещи, если она вам не подойдет. Мне почему-то видится, что этот пиджак особенно хорошо будет смотреться с каким-то белым низом. Это какие-то брюки, либо бриджи. Знаете, сейчас модно такие короткие бриджи носить тоже. Это в тренде. И также одна из вас мне тоже написала об этом в Инстаграм. Я согласна совершенно. Я пока что не могу найти какие-то подходящие бриджи. И мне еще нужно немножечко похудеть, чтобы носить такого плана штанишки. Но я думаю, что скоро я уже приду в форму. И это будет выглядеть действительно очень красиво. Не знаю, мне прям настолько понравилось вот это вот сочетание цветов. Вот этот вот зеленый цвет. Я не очень люблю зеленый вообще. В принципе, цвет как в одежде, так и вообще, в принципе, не очень люблю зеленый цвет. Но здесь он как-то так освежает. И, не знаю, я прям влюблена в этот пиджак. Единственное, я не знаю, как за ним ухаживать я буду. Потому что это лен. И, наверное, его нужно будет сдавать в химчистку. Потому что льняные вещи, как правило, если их постираешь, то их потом практически не разгладить. Но я надеюсь, что я буду аккуратненько его носить. И не придется его стирать слишком часто. Обожаю. Следующая моя покупка тоже из манго. Как видите, манго популярен достаточно. У меня много вещей из этого магазина. Я не знаю, почему многие его ругают. Но я люблю манго, зару. Там действительно неплохие вещи. И всегда можно найти что-то трендовое. И я взяла себе вот такой вот красивый бежевый джемпер. Я думаю, что вы уже могли видеть его на мне в некоторых видео. Потому что я его уже вовсю ношу. И, знаете, мне он так понравился. Я очень люблю бежевые вещи. И я рада, что сейчас на них тоже появился такой тренд. И сейчас также в тренде такие тотал бежевые луки. Это очень круто. Но я не знаю, как это будет на мне все выглядеть. Особенно низ бежевый. Потому что, конечно, чтобы носить такие светлые какие-то штаны, да, то нужно иметь, ну, фигуру близкую к идеальной. И, кстати, от этого джемпера в комплекте была также юбка. Но я даже мерить ее не стала. Потому что, ну, знаю, что будет это все выглядеть на мне сейчас не лучшим образом. Но вот этот вот джемперок, он просто обалденный. Во-первых, здесь хорошее качество. Это чувствуется даже, когда вы просто трогаете ткань. Сразу понятно, что это не голая какая-то синтетика. Здесь 73% вискозы. Я очень люблю вискозу. Очень приятный материал. И, опять же, эта вещь, ну, просто универсальная. Мне кажется, что универсальнее быть не может. Ее можно надевать с какими-то классическими брюками, с юбками. Ее можно носить с джинсами, опять же, любого цвета. И она очень круто будет смотреться под пиджак. В общем, такая покупка, которая, я уверена, прослужит мне не один сезон. И еще один свитерочек я взяла в магазине Reserved. Вот такой вот желтенький, веселенький. Это 100% хлопок. И, вы знаете, я очень люблю покупать разные свитера. Потому что для меня это такой вариант, когда я не успеваю себе составить какой-то образ. И просто хватаю из шкафа свитер, любой попавшийся, и его надеваю. Так как с моим ритмом жизни, с маленьким ребенком, ну, иногда нету времени просто, чтобы продумать образ. И вот такие вот джинперочки, свитерочки, они всегда выручают. Если помните, я вам показывала в видео о покупках на осень. Я покупала себе такой баклажановый свитер из магазина Other Stories. И я его носила всю осень, я его носила всю зиму. Ну, практически не снимая, естественно, да, там стирала раз в несколько дней. Но мне уже просто жалко, потому что я его действительно заносила. И он был очень крутой, и он был очень удобный. Он теплый, он мягкий, он подходил подо все. Я думаю, что вы на мне его могли видеть во многих видео и фотографиях также в Инстаграм. Поэтому в моем гардеробе всегда есть такие вот свитерочки, джемперочки какие-то. Каждый сезон я себе покупаю парочку новых, так как, ну, у нас весна прохладная. Летом тоже, на самом деле, может быть довольно холодно в Питере. Поэтому вот такие вот вещи, они в гардеробе нужны всегда, я считаю. Следующая моя покупка, это вот такие вот джинсы из магазина Mango. Это Mom's Fit. И, вы знаете, в последнее время я стала любить носить именно такие вот какие-то свободные фасоны. Потому что я всегда носила скинни джинсы, вообще вот черные скинни джинсы. Они у меня есть в гардеробе всегда в нескольких экземплярах. Потому что это то, что я ношу вообще вот всю свою сознательную жизнь. Но я как-то стала от этого немножечко уже отходить, точнее пытаться отходить. Потому что не очень легко бороться с привычками, которые у тебя выработались уже там за 30 лет. И, естественно, я большую часть времени пока что ношу эти скинни свои джинсы. Но вот весной, летом я уже буду так побольше модничать, скажем так, когда будет на улице тепло. И буду носить, у меня есть и белые брюки свободного фасона, есть также черные джинсы. Такие более прямые, то есть, да, не зауженные. И вот такие вот манго мне очень понравились. Они сделаны из очень такого качественного донима. Я люблю, когда джинсы сделаны из не такого, не стрейчевого материала. Когда они прям такие достаточно плотные. И качество этих мне очень и очень нравится. У меня это размер 40-й. И я подозреваю, что они мне скоро будут немного большие. Потому что я сейчас худею и уже скинула там практически 5 килограмм. Поэтому не знаю. Ну, наверное, они будут на мне смотреться такие оверсайз. В принципе, я такие вещи тоже люблю. И это, опять же, универсальная модель, которая подойдет абсолютно ко всему, к любому аутфиту. Можно ее надеть с любой обувью, с туфлями, с кроссовками. Даже мне кажется, что будет классно смотреться с какими-то ботинками, с любым верхом, с любыми, опять же, аксессуарами. Так что советую в манго джинсы, кстати, очень неплохие. И вы сможете найти себе там джинсы абсолютно на любой вкус. Следующая вещь это вот такой вот супер красивый комбинезон из магазина Zara. Я думаю, что так не будет ничего понятно. Но увидите на видео с примеркой, девчонки. Я очень хотела померить какой-то комбинезон. Потому что сейчас это тренд. И все-все их сейчас меряют, покупают, носят. И очень много комбинезонов в разных магазинах. Но я мерила несколько вариантов, знаете, таких вот обычных. Вот с такими вот рукавами, да, здесь на пуговицах. И на мне это смотрится просто как какая-то рабочая одежда. И я уже перемерила их просто, наверное, штук 10. Я уже просто плюнула на это дело и решила, что комбинезон, видимо, найти мне и купить не судьба. Но случайно просто гуляла по Zara. И мой взгляд упал вот на этот комбинезон. И, девчонки, я решила, что я должна его просто обязана померить. Хотя в наличии размер был самый большой M. И я очень боялась, что он будет мне короткий, так как у меня длинные ноги. И когда я его надела, девочки, все, это случилась любовь с первого взгляда. И, не знаю, наверное, на всю жизнь. Вы знаете, у меня сейчас редко такое бывает, чтобы я прям что-то надела. И вау, мне так это нравится. И мне прям хочется пойти надеть. И я буду знать, что я прям такая красивая. И мне так идет эта вещь. Но вот с этим комбинезоном была именно такая история. Он настолько круто сидит на мне. Не знаю, девчонки, напишите, как вам. Но мне кажется, что эта вещь мне просто безумно идет. И это просто вот мое. Вы знаете, вот просто мое. Во-первых, мне очень идет вот эта вот американская прайма. Да, так она называется. У меня есть платье из Levi's. По-моему, довольно старенькое. Но я думаю, что я его буду носить еще не один год. И мне действительно идут вещи вот с этой вот американской праймой. Как-то вот, не знаю, красиво смотрится вот эта вот область. И такой цвет тоже очень-очень красивый. Мне кажется, что еще на загар. Вот немножко я подзагорю. И это будет на мне выглядеть просто шикарно. Я уже просто жду не дождусь, когда я смогу надеть этот комбинезон. Когда у нас будет такая вот погода. Состав здесь, кстати, тоже очень классный. Вискоза 70%. 30 лен. И все, да. Очень крутой состав. Девчонки, напишите, что вы думаете. Идет мне или не идет. Мне кажется, что эта вещь вот 100% моя. И действительно, за последнее время редко что-то мне так нравилось, как на мне сидит. И как на мне все это смотрится. Так что буду ждать тоже ваших комментариев. И также в магазине Zara я купила вот эту вот совершенно обычную белую футболку. Мне еще нужно будет найти черную. Потому что я каждый сезон стараюсь менять футболки. Так как они довольно быстро занашиваются. По крайней мере, белые точно. С нашей водой она у меня становится желтая буквально через несколько стирок. Так как я стираю их после каждой носки. Я стараюсь раз в сезон футболочки обновлять. Мне кажется, что черные и белые футболки это такая база. Да, элементы какого-то базового гардероба. Которые обязательно должны быть в гардеробе каждой и каждой девушки. Также несколько вещей я купила в моем любимом магазине Uniqlo. Вы знаете, что я его обожаю. И если вам нужна хорошая, качественная и главное недорогая базовая именно одежда. То лучше, чем Uniqlo магазином мне кажется, что просто не найти. И я наконец-то нашла свою идеальную белую рубашку. Очень давно хотела классную белую рубашку. Чтобы носить ее летом. Чтобы носить ее с джинсами, с пиджаками. С какими-то брюками, может быть даже с юбками. Просто такую, знаете, белую повседневную рубашку. И мерила каждый сезон что-то. Но почему-то мне все не нравилось. Но в эту рубашку я влюбилась сразу. Мне понравилось и качество ткани, и фасон. И она очень хорошо на мне сидит. У меня размер, кстати, L. Да, я сейчас покупаю больше именно вещей размера L. Потому что я люблю более такие оверсайз вещи. И раньше я покупала себе S-ки, M-ки. Мне как-то был важен именно размер. То, что я могу влезть в размер S, например. Но я не понимала, что на мне это сидит как-то не очень хорошо. Но, девчонки, это на самом деле довольно большая ошибка. Не смотрите на размер. Просто меряйте вещь. Потому что какая-то вещь вам может хорошо сесть. Там размера даже XS. У меня есть свитер из Uniqlo размера 2XL. Но он мне даже не сказать, что вы оверсайз. Поэтому просто меряйте вещи. Не смотрите на размер. Мне кажется, что это абсолютно глупо. Потому что даже в одном магазине вещи одного размера, разные вещи, они могут очень сильно отличаться. И также в магазине Uniqlo я купила вот такой вот тоже джемпер. Это их, я так поняла, новая коллекция. Я его уже тоже несколько раз надевала. Почему-то я здесь не отрезала эту веревку. Наверное, потому что не было ножниц под рукой. Надевала несколько раз. Очень удобный. Я взяла себе опять же L. Но я сначала думала поменять его на размер поменьше. Но решила оставить. Потому что мне нравится, когда вот такое прям немножечко больше, чем мне нужно. И да, в Uniqlo недавно вышла коллекция новая вот таких вот джемперочков из 100% хлопка. Они есть разных абсолютно цветов. Они относительно недорогие. Но они очень классные, удобные. И опять же, это такая вещь, которую, знаете, накинул каким-нибудь холодным летним вечером или весенним теплым денечком. И пошел. Мне кажется, что в сочетании с какими-нибудь синими джинсами, например, белыми кроссовками, какими-нибудь классными аксессуарами, типа сережек или очков, эта вещь будет уже сама по себе выглядеть довольно стильно. Теперь давайте поговорим с вами об аксессуарах. И у меня есть две новые сумочки. Вот такая вот первая из магазина Massimo Dutti. Это натуральная кожа. И я показывала вам ее опять же в сторис. Спрашивала, покупать или нет. Советовалась с вами. Но тоже большинство. Или там 50 на 50 было. У меня обычно 50 на 50 всегда голосует, кому-то нравится вещь, кому-то не нравится. Но, вы знаете, я эту сумку хотела уже очень и очень давно. Я на нее засматривалась еще, наверное, около месяца назад в магазине. И не стала покупать. И там, пусть я какое-то время зашла на сайт. Думала, сейчас закажу. Но на сайте их уже не было. И сейчас, да, девчонки, их уже нет на сайте. Потому что это довольно популярная модель. И они остались только в магазинах. То есть, это нужно ездить и узнавать там или звонить. Узнавать, есть ли эта модель в наличии. И я взяла ее себе на смену на каждый день вместо моей очень и очень старой тоже кожаной сумки. Томми Хилфигер, которую я уже ношу, наверное, лет 5. И она уже настолько страшная и затертая, что мне даже муж говорит, что у тебя за сумка, иди себе купи какую-нибудь новую. И мне понравилось это, потому что я очень люблю именно вот такой вот формат. Вы, наверное, помните, у меня есть фурла сумка такого нежно-розового цвета. Тоже такая вот как сумка-мешок. Для меня это наиболее удобный формат сумки. Потому что, ну, просто засунул туда все, что тебе нужно и пошел. И я люблю именно сумки с одним отделением. Ну, для меня это как-то удобнее. Мне нравится ее размер, что она такая не слишком большая, не слишком маленькая. Единственный недостаток это то, что здесь очень-очень нежная кожа. И я выбирала из двух сумок в магазине. Одна была на складе, вот эта вот, и вторая была у них в зале. И там уже были видны значительные такие потертости, царапки какие-то. Ну, когда люди мерили, да, брали. И, конечно, я взяла ту, что со склада. Но я думаю, что она у меня тоже будет довольно сильно царапаться. Но благо вот на черной коже это не так сильно заметно. И вторая сумочка, вот такая вот поясная сумка из магазина Манго. Это кожзам, но мне она безумно понравилась. Кстати, девчонки, я эту сумку купила еще в прошлой осенью, когда была в Сингапуре. И сейчас они продаются у нас в магазине. Я очень обрадовалась этому факту. И обрадовалась, что я вам могу ее показать. Потому что, если бы ее не было сейчас у нас в наличии в магазинах, то, естественно, ну, не было бы смысла вам ее показывать. И мне она понравилась, во-первых, тем, что, опять же, сумка моей любимой формы, да, такой небольшой мешочек. И сюда в целом помещается и телефон мой, и какие-то деньги, карточки, ключи. В общем, все, что самое необходимое, можно сюда будет сложить. И эта сумка в себе сочетает два тренда, если не три. И первый, это, естественно, поясная сумка. Поясные сумки, они все еще в тренде. Я думаю, что они еще долго будут оставаться в тренде. Также в тренде сейчас змеиный принт. И в тренде такие маленькие сумки. То есть, это прям супер такая классная покупка. Эти сумки есть еще в черном цвете. По-моему, когда я покупала, там еще были розовые. Ну, не знаю, как сейчас. Но у нас в магазине я видела именно вот такую вот. Поэтому на них, кстати, по-моему, сейчас еще много скидки. В общем, если я найду ссылочку на сайте, то обязательно вам оставлю ее также под видео. И теперь, что касается аксессуаров, девчонки. В этом сезоне мне безумно нравятся аксессуары, которые продаются во всех масс-маркет-магазинах. Это и H&M, и Reserved, и Mango. Просто потрясающая бижутерия. Я знаю, что вы будете спрашивать про эти сережки. Но я их, к сожалению, покупала в Сингапуре Forever 21. И это уже старая коллекция. Я покупала их осенью. Но многие про них спрашивают. Они действительно очень-очень крутые. Но, к сожалению, их сейчас нельзя у нас нигде купить. И я похожие видела в Mango. Очень-очень похожие. У меня, на самом деле, это клипсы. Причем я знала об этом только, когда купила. Потому что я просто схватила. Мне не понравились. Я купила. Только дома увидела, что это клипсы. Но в целом не вижу никаких проблем. Мне они не жмут уши. Абсолютно комфортно. Я их надеваю. И через какое-то время я вообще забываю, что они у меня есть на ушах. Но в Mango я видела очень похожие. Но именно серьги. Я вам оставлю тоже на них ссылочку внизу. И теперь, что купила я. Начну вот с таких вот сережек из магазина Reserved. Деревянные, очень красивые, крупные серьги. На самом деле, когда я их заказывала, я почему-то думала, что они будут гораздо меньше. Ну, как-то не посмотрела размеры. В целом, они очень симпатичные. Конечно, я думаю, что это не на каждый день сережки. Но вот буду их носить вместе со своим комбинезоном. Мне кажется, что это будет выглядеть очень-очень красиво. И также я купила несколько сережек в магазине H&M. Я очень люблю бюджетерию из H&M. Она всегда очень трендовая. И на самом деле, довольно качественная. И первые вот такие вот красивые серьги из пластика. Тоже с каким-то таким принтом. Я не понимаю, то ли это какой-то леопардовый принт, то ли это под мрамор. Вот, честно говоря, не могу разобрать. Но мне настолько понравились. Они понравились в сочетании. Такого розового с желтым и с черным. Мне кажется, что они смотрятся очень круто. Но такие серьги нужно надевать, наверное, с каким-то нейтральным. С чем-то нейтральным. Типа белой футболки. Какого-то такого нейтрального белого или бежевого свитера. Но, может быть, и с желтым, кстати, свитером они тоже будут выглядеть неплохо. Я их еще не надевала. Также я купила вот такой вот набор. Это был набор из двух пар сережек. Одни вот такие вот колечки. Тоже очень красивые. Здесь уже точно идет леопардовый принт. Сейчас во многих магазинах можно найти подобные. Есть крупнее, есть вот такого вот размера. Есть круглые формы. В манго есть, по-моему, такие более круглые и чуть крупнее. Но мне понравился размер именно у этих. Потому что их можно носить на каждый день. И они не будут слишком какими-то такими выдающимися. И также с ними в комплекте шли вот такие вот очень красивые колечки. Это просто серьги моей мечты. Потому что я очень давно хотела купить подобные колечки. Именно подобного размера, подобного диаметра. Чтобы была такая вот именно толщина. И мне очень нравится цвет. Вы знаете, что я не очень люблю золото в какой-то бижутерии, в украшениях. Но я, наверное, больше не люблю прям такое желтое золото. Потому что вот здесь оно, не скажу, что слишком яркое. Оно какое-то такое, что-то между золотом и серебром. И вот такой вот цвет мне вполне нравится. И опять же, вот эти вот колечки просто отлично идут на каждый день. И последнее, что я вам сегодня покажу, это супер крутые, супер стильные солнечные очки из магазина Resort. Посмотрите, какие они классные. Кстати, сквозь эти очки все такое красивое, желтенькое. И кажется, что на улице просто супер солнечная погода. Но на самом деле нет, она не солнечная. И такие же очки на сайте Resort есть в черном оттенке. Но вот что касается коричневых, их уже, к сожалению, нет в продаже. И так же, как сумку Massimo Dutti, если они вам понравились, нужно искать именно по магазинам. Потому что в магазинах они еще могут оставаться. Спасибо большое, что смотрели это видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте оставлять комментарии. Пишите, что вам понравилось на мне. Пишите также, что вам не понравилось. Я совершенно спокойно отношусь к любой критике, если она, конечно же, адекватная. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. И увидимся в самом следующем видео. Всем пока!